Чтение стихов в саду, музыка и классическая живопись – все это в вечерних сумерках. Романтика для детей и взрослых. Музей и галереи Самары поменяли расписание и устроили для посетителей настоящий праздник искусства. Нашим корреспондентам тоже ночью не спалось. Пожалуй, больше всех в хорошей погоде радовался директор музея Модерна, ведь в последние три года команде не удавалось полностью реализовать свои идеи. Для нашего музея это особенно важно. У нас большая часть программы традиционно во дворе. Особняк не очень большой, хотя, конечно, мы будем показывать и интерьеры музея, будем вводить экскурсии, покажем выставку Альфонса Мухи. Но основная программа во дворе музея и вот в здании бывших конюшен музея. В этом году вечер получил название «Вера в звук» и был целиком посвящен звуковым эффектам. К гостям могли начать создание собственного музыкального инструмента, затем послушать выступления самарских групп, а когда стемнело, познакомиться с уникальным бесконтактным инструментом – термин «воксом». По соседству усадьбы Алексея Толстого тоже звучала музыка и, конечно же, стихи, ведь это музей литературный. Гости в Сиреневом саду пили чай, знакомились с молодыми художниками, классическую живопись смотреть шли в областной художественный музей. В этот вечер можно было неформально поговорить о любом экспонате и даже поколдовать над собственным образом. Сама придумала такое рисунок? Как ты им рассказала, что ты хочешь? Ну, я сказала, что хочу цветы по бокам, такие расплывчатые, и они мне нарисовали. В этот вечер для публики впервые открыли музейный двор, где тоже звучала музыка. Очевидно, что каждый из музеев снова сделал все возможное, чтобы порадовать свою публику и справедливо заслужил комплименты. Если сравнивать, как было организовано два года назад и как сейчас, это две больших разницы. Очень много людей, такие необычные номера, выступления. Каждым годом, ночью музеев у нас в Самаре все интереснее и интереснее. Татьяна Пудова, Елена Шишкина, Андрей Евдеев, Новости губернии.